В начале этой недели в СМИ США начала поступать информация о разливе и горении химикатов после схода с рельсов поезда в штате Огайо возле деревни Ист-Полистайн, где проживает менее пяти тысяч человек. Многие в США называют это чуть ли не вторым Чернобылем по масштабам катастрофы. Попробуем разобраться, что произошло и каковы масштабы проблемы. 5 февраля в одной из цистерн с винилхлоридом начала расти температура. На следующий день власти приняли решение пробить в вагонах с химикатами отверстия, дать химикатам вытечь и потом сжечь их. Перед началом операции людей, проживающих на расстоянии менее двух километров от места крушения, эвакуировали. МР для 4700 человек. Если вы думаете, что я могу бороться с железной дорогой или с агентством по охране окружающей среды или с чем-то вроде этого, вы безумные. Мне нужна помощь. Я не был готов к такому. 3 февраля около 20.55 по местному времени на окраине деревни Ист-Полистайн, расположенной на границе штатов Огайо и Пенсильвания, потерпел крушение поезд. Перевозивший, наряду со всем остальным, токсичные химикаты, винилхлорид, бутилокрилат, этилгексилокрилат и монобутиловый эфир, этиленгликоля. Поднявшиеся в результате горения облако ядовитых веществ было видно даже из космоса. Местные жители заговорили о химическом Чернобыле. Сошедший с рельсов грузовой поезд принадлежал железной дороги Норфок-Саузер. Поезд следовал из Мэдисона, штат Иллинойс, Конвей, штат Пенсильвания и состоял из трех локомотивов, 9 пустых вагонов и 141 вагона с грузом. 6 февраля было принято решение совершить выпуск химикатов и их поджог во избежание взрыва цистерны. В штатах Огайо и Пенсильвания провели обязательную эвакуацию всех жителей, проживающих менее чем в миле от места аварии, чуть более 2000 человек, примерно половина жителей из Тполистаи. Затем аварийные бригады Норфок-Саузерн провели контролируемый выпуск химикатов и сожгли содержимое пяти цистерн с винилхлоридом. В результате пожара над территорией образовались черные облака, а в воздух были выброшены фазгены. Боевое отравляющее вещество и хлористый водород, соединившись с парами воды, он дает дождь из соляной кислоты. 9 февраля жителям Ист-Полистайна разрешили вернуться в свои дома, поскольку агентство по охране окружающей среды США сообщило, что качество воздуха внутри и снаружи зоны эвакуации отвечает нормам. Таким образом, официальная версия гласит, что ничего не случилось, в воде ничего нет, продукты горения улетучились, в почве ничего нет, все нормально. А что на самом деле? Местные жители сообщают о различных инцидентах с животными. Одна семья из Ист-Полистайна сообщила, что после возгорания химикатов плохо стало коту и он умер. Одна женщина, проживающая в 13 километрах от места горения, сообщила о смерти всех своих кур 7 февраля. Владелец лисьей фермы в окрестностях Ист-Полистайна сообщил о смерти нескольких лис и о том, что остальные выглядят больными и не едят. Есть неподтвержденные сообщения о гибели других домашних животных. Но, как видно на видео очевидцев, мертвые животные встречаются повсюду. Также было обнаружено более 3000 мертвых рыб в местной речке. Нил Донахью, профессор химии университета Карнеги Меллана, выразил обеспокоенность по поводу потенциального образования диоксинов при сжигании винилхлорида. Напомним, самое известное в истории отравление территории диоксинами – это использование американцами агента «Оранж» во Вьетнаме. Даже у американских солдат, подвергавшихся воздействию диоксинов недолго, были проблемы с рождением здоровых детей и со своим здоровьем. А во Вьетнаме рождение уродов после войны стало печальной нормой. При этом ручьи вокруг Ист-Полистайна все впадают в реку Огайо, которая, в свою очередь, впадает в Миссисипи. Если загрязнение окажется сильным, то пострадать могут миллионы жителей США. Отметим, что качество воды, воздуха и почвы в пострадавшем городе проверяет подрядчик, нанятый железной дорогой. Очевидно, железная дорога платит не за то, чтобы загрязнения были найдены. В заключение отметим, что несколько цистерн-химикатов – это много для небольшого городка, но не так много даже для округа, и уж тем более для штата. Так что разговоры о масштабе катастрофы, как о проблеме для значительной части населения США, выглядят преувеличенными, хотя для жителей Ист-Полистайна последствия могут оказаться самыми неприятными. Ист-Полистайна последствия